Дэдпула Тут вообще отовсюду веет среднячковость. Музыка вроде как бы есть, вроде как не раздражает и нужный тон задаёт, но не более. Отдельно её вряд ли кто-то станет крутить или посчитает особо выдающейся. Та же фигня с дизайном окружения, анимацией, графикой и тотальной коридорностью уровней, на которых кроме врагов интерактивному взаимодействию подчиняются очень редкие предметы. Управление очень сбалансированное, лол. На клавиатуре с мышью на порядок удобнее стрелять, а на геймпаде на тот же порядок рубить всех и всё в ближнем бою. А ещё тут есть проблемы со сложностью и балансом. Я сейчас говорю не о том, что последний босс убивается на средней сложности чёрт знает сколько времени, чем всё портит, а о том, что скучно быть средничком. И средним владеть огнем стрелом на трубах. Но это всё без учёта одного маленького момента. В игре есть Дэдпул. Те, кто смотрели первый фильм про Росомаху и считают, что там был Дэдпул, засуньте себе это знание в бррррр. Там пипка какая-то несерьёзная, а не Дэдпул. Те, кто читал комиксы, меня поймут. Те, кто не читал, ну просто попробуйте себе представить человека-паука, скрещенного с Дюком Нюкемом и Рамира Крузом. Не помните Рамира? Ну это такой мексиканец, которого выпустили из тюрьмы, потому что его брат-близнец, который работает в Диээй, облажался и подорвал себя гранатой. А работал он под прикрытием над одним очень важным проектом. Ему была нужна замена, ну и... Не помните? Ну и ладно, ваши проблемы, как говорится. В общем, Дэдпул это идеальная комиксовая игра про ржач самых разных сортов, а также про сиски, сисечки, буфера, сисяндры, женские груди и кровищу. Если вы хотите от него интересного, сбалансированного и инновационного геймплея, драматичного сюжета или глубокой ролевой составляющей, то ищите их где-нибудь, пожалуйста, в другом месте. Если бы игр про безумие, отрыв и простую незамысловатую ржаку было побольше, может быть, вероятно, в какой-то другой вселенной мне бы и пришлось влепить игре проходняк. А так, ни в коем разе. А фанатам Дэдпула так и вообще категорически запрещается проходить мимо этого произведения. На этом у меня всё, всем спасибо за внимание и до встречи на СтопГеймРу. Субтитры сделал DimaTorzok